Добрый день, уважаемые зрители WWE Vlog Lite! С вами Фадеев Руслан и это очередной выпуск Wrestling Millionaire. И сегодня у нас необычный выпуск, необычные гости. Это представители Санкт-Петербургской Lucha Section Александр Фанков. И Евгений Кольшев. На WWE Vlog, кстати, эти ребята тоже отметились. Например, Александр брал интервью у одного из инди-рестлеров. А Евгений принимает участие в подкастах с прогнозами к NSW. Так что люди тоже влогу верные, так сказать. И, конечно же, у нас есть большая группа поддержки в этот раз. Гораздо больше, чем обычно. Похлопаем. Вот, у них будет возможность подсказать нашим участникам один раз. Собственно, у нас три подсказки. Как обычно, 50 на 50. Помощь зала и право на ошибку. Вот. Единственное, что вот в плане каких-то подарков поощрений я пока не успел в этом плане подготовиться. Но подумаем. И, возможно, если ребята хорошо выступят, может быть, они когда-то появятся в беседке. На WWE Vlog Light как вариант. Вот. Ну что ж. Думаю, пора начинать отвечать на вопросы. И переходим к первому вопросу. Что из перечисленного не относится к традиционным предметам, используемым в WWE в качестве оружия? А. Стул, Б. Лестница, С. Стол, или Д. Бензопила. Не используется оружие? Да, не используется. Ну, стулы мы очень часто видим. Я даже забыли. Лестница тоже применяют как оружие. Столы это вообще мачтил снику. А бензопила там просто и машет, там тарифанк, например, и все. Тарифанк. Невидимый, бро. Ну и да. Ну, я думаю, я думаю, тут опять очень видел. D. D. Бензопила, это, конечно, верно. Естественно, как атрибут в WWE он появлялся, но он уже прямо в качестве оружия не использовался. И слава богу. И переходим ко второму вопросу. Кто является рекордсменом по числу устранений в одном матче Royal Rumble? Кейн, Шон Майклс, Роман Рейнс или Халк Хоган? Так, а по числу устранений, то бишь, вообще за все время. В одном матче он провел Рамбл. Я про Кейна знаю, что у него вообще рекорд по числу устранений. В одном матче Роман Рейнс. Это Роман Рейнс. Он побил рекорд в Кейне. Хорошо, я тебе поверю, я тебе поверю. А когда это было? Так, сейчас, это был Рамбл, когда выиграл Батиста. Это, понимаете, 14-й. 14-й, по-моему. Был дебютный Рамбл для Рейнса. А сколько человек он выкинул, сможешь назвать? Так, подожди. 11 с Виким Кейн, значит 12 с Виким Кейн. Ну что ж, ваш ответ принят. И он, конечно же, верный. Роман Рейнс. И у нас третий вопрос. В каком году было разыграно наибольшее число кейсов Money in the Bank? 2005, 2008, 2010 или 2012? 2012 точно нет. Ох ты. Так, а еще раз вопрос можно? Наибольшее число. В каком году было разыграно наибольшее число кейсов Money in the Bank? Разыграно, значит, наибольшее. Можешь записать варианты ответов? Так, давай еще раз. 2005, 2008, 2010 или 2012? 2012 сразу нет. Хотя, подожди. Я не знаю, считается ли это как... Конечно, Money in the Bank было два раза. Тут же два кейса. А потом на TLC Зиглер отставил свой. Это как бы три. Жди. А где больше? Ну, имеется в виду именно матч Money in the Bank. Защита кейса не считается. А, не считается. Ага, хорошо. Значит, там Диэдж забрал. Получается, больше двух раз такой вопрос задал. Да, 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 три раза. Разыгрался. Это в каком-то году, значит, на Russell Money и на Money in the Bank. А в каком году появилось Money in the Bank, это я не помню. Точно, восьмой или десятый. Так, хорошо. Ну, не 2005-й, не 2012-й точно. Да, ну это вот точно. Это можешь вычеркнуть сразу просто. Блин. В каком-то году, по-моему, Punk выиграл. И в этот же год, по-моему, Кейн со Свеггером. Нет, или не со Свеггером? Блядь. Там Кейн еще... Нет, подожди, когда Кейн реализовал? В это же шоу? Да, в это же шоу. Я помню, даже на ком вроде бы. На Мистерево? Да. Кто второй теперь? Есть подсказки? Если вы не уверены, есть подсказки. Подожди. И... Так, сразу подсказки. Подожди, нет, я сейчас вспомню. 12-й, это были Зиглер и... И выиграли Кейси Зиглер и... Зиглер синий взял, а красный взял. Ну, я вот точно не помню. Джон Сина взял красный. А, синий. 11-й год, это были... По-моему, Патрон. Ну, говорим. Угу. И... Слушай, я за год точно не помню, но... Ты вспомнишь, когда Мисс кэшел свой на Рейберд? Мисс взял в 10-м году. В 10-м это было? По-моему, да. Блин, я боюсь ответить 2008-й и свиться сразу на этом. Ты право на ошибку есть. Просто. Да? Да, право на ошибку есть как? Я нужно сначала реализовать, а потом уже отвечать или... Просто я могу ответить, и она потрачена будет. Ты тратишь подсказку право на ошибку, и потом уже отвечаю. Да, если отвечаешь неверную, есть второй шанс. Так, а если я ее потрачу и при этом отвечу правильно, то подсказка все равно сгорит. Черт. Иначе так всегда можно подстраховываться. Ну да. Логично. Не, ну, а где у нас варианты-то? Восьмой-десятый. Ну, я понимаю. Ну, я так понимаю, нам придется брать эту подсказку. Подожди, разыгрывай больше всего. Один точно расслабление был. Слушай, давай, может, никто номерам вспомнил, если у тебя номера всплывут в голове. Я пытаюсь. Я не помню, кто в одиннадцатом помимо патрона взял. Далрио... 2010-й, 26-я, 2008-й, 24-й, соответственно. Подожди, на 27-й раз в Мэннии не разыгрывался, Крис. А, ну это 11-й год уже. 27-я. А 26-я там разыгрывался. А как это? Подожди, если не ошибаюсь, там разыгрывался. Там еще Панк выиграл. Вроде бы. То ли Панк, то ли... То ли Эдж. Блядь. Так, хорошо, допустим... Допустим. Допустим, это был 2010-й. 26-й раз, на Мэннии, там точно был матч с Кейсом. Чё, право на ошибку, блядь? Да я думаю, у нас от вариантов уже не остается. Мы сейчас себя в тупик иначе загоним. Такими рассуждениями. Как же страшно, да? Может быть, помощь сдала? Да нет. Помощь сдала, это... Да, это, что на потом оставил. Потом, да. Ладно, давай право на ошибку. Берем? Бро. Берем право на ошибку. Окей. Ваш ответ? 2010-й. Ответ принят. 2010-й год. И так, вы сомневались между 2008-м и 2010-м. То есть, ваш ход мысли я понял, когда появилась Show Money The Bank, да, и когда перестали разыгрывать на Russell Money. Так вот, на 27-й Russell Money кейс не разыгрывался. На 26-й Russell Money разыгрывался. И ваш ответ правильный. В 2010-м году... Зачем мне ее потратить? Попробуем ответил, а радости нет. Да. На Russell Money тогда Джек Свейнер выиграл кейс, и в том же году появилось шоу Money The Bank, где кейсы взяли Кейн и Мисс. Точно. Вот, соответственно, тогда было три кейса. Кстати, ты заметил в самом начале, меня не похлопали, у тебя похлопали. Я, чего недоволен там? Ну, ладно. А мы переходим к четвертому вопросу. Надеюсь, он будет попроще для вас. На какой Russell Money начался стриг гробовщика? Russell Money 5, Russell Money 7, Russell Money 9 или Russell Money 11? Так. Вот это математика. Давай. 5, 7, 9, 11. 7, 9, 11. Давай, смотри. На 30-й... Подожди, он же подряд? Он не подряд. Не подряд. Это вот я точно знаю. Смотри. Значит, на 30-й он закончился. Мы знаем кем, увы. Так, смотри. Мы сейчас просто в обратку пойдем и дойдем до той мании, на которой он начался. И к тому же я знаю ту манию, на которой он не выступал. Так что мы сейчас найдем правильный ответ. Давай. Давай хитрить. 30-й Лестер. 30-й Лестер. 29-й сентября. Можно сейчас формулиров к вопросу? На какой Russell Money начался стриг гробовщика? На какой начался... Первый матч гробовщика на Манни. Начался. Стало быть... Да хотя ладно, мы по годам, я думаю, дойдем. Ну, хорошо. 29-й панк. 28-я. Трипак. 27-я трипак. 26-25-я Шин Майклз. Зачем вам вспоминать, кто именно был соперником? Вы же помните, какие цифры были? Ты сейчас... Хорошо, подожди. 25-й он точно был, 24-й. Да, на 2000-й он не был. На 2000-й он не был? Да. Это вот точно тебе говорю. А вот это 13-й или 14-й? А какой у меня на тот момент стриг уже был? Влад, видишь, тоже... Ай, блин. Не люблю игровщика. Я уже вижу, как там-то видео, комменты, льются от всяких мелких. Не буду обзываться. Так. Тут уже пошли математические какие-то формулы. Считаем столбик. Блин, ну я такой человек, который в школе не учился, я просто не знаю, что это такое. Это вычисление столбиком. Что это? Я не знаю. Так. Ой. Что же выходит? Я еще и неправильно считаю. Так. Так, давай так. Ты помнишь, когда первый раз салмайня вообще была? Ну, смотри. Берешь, значит, 32. 2017-32. Ну, вот тебе первый раз салмайня. Может быть, вам проще вспомнить, когда дебютировал дробовщик в WW? В 91-м же. Я помню только шел. Какой? Сырой в Сирии. Хорошо, но это был 91-м же. Нет, все-таки мы посчитаем это говно. 2017-минус... 32. 33 давай. У нас в 33-м она насущая. А, точно. Я уже затупил. 7-3, 4. Засчитай, пожалуйста. Смотри, 7-3, 4. 11-й нельзя, как бы, вот, все обжимаем, да? Вот, как бы. Ну, ну, вот, на тебе, 1924-й. Ну, хорошо. Это первый раз салмайня. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. 90-й. 21-й. Восьмая. Соответственно, девятая. Подожди, я что-то сейчас подумал, может, нам проще вообще вспомнить этот стрик, сколько он длился, да? 21-й. А теперь с девятого раза салмайня? На тридцатый было. А где? Какая-то была тридцатая, да? 30-й минус 9. 21. Девятый раз салмайня. Нет, я не уверен. Секунду. Секунду. Да, нет, это... Подожди, если он пропускал, то это седьмая. Это сейчас, погоди. Но седьмая... А вы не помните соперников вот на этих маниях Гробаччика, если у него были матчи? Вот на первых не в полной. Даже первого соперника. Вообще нет. Увы. Так, все. Да, ну, я не знаю, я не интересуюсь у нас Сурик, да, особо. Ну, с три Гробаччика, это... Это у нас 22? Понимаю. 22 победы на 30-й стало быть... Так, минус 14, минус 8, тысяча девятьсот девяносто второй год получается. Что ты там насчитал? Что, 91-й? Вот это что такое? Смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восьмая. Это девятая, соответственно. У нас не олимпиадка математики. Девятая сумма. Вы так в этом уверены? В этом уверены? Ну, если он пропускал. А! Так это, блин, точнее. Но я не думаю, что он в 89-м поддебютнул. В 91-й же дебют. Не в 89-й. Или в 89-й все-таки. Так, сейчас. Что я тут посчитал? Так, это я вышел его стрик, учитывая то, что он одну пропускал. То есть тут одному максимум у нас нет. Да. Стало быть, это становится 1991-й. Но такого варианта нет. А в 90-м он тогда, по сути, не мог быть, если он в 91-м реально дебютнул. Ты знаешь, когда он дебютировал или нет? Я не помню. Все, блин. Подожди. А может, он вообще в 90-м дебютнул? Ну, я не хочу подсказку тратить. Ну, какой вопрос по счету? Четвертый. Четвертый вопрос. Мы же, блин, не в Белгороде, как бы. Я там слышал вопросы, это жесть. Всего лишь с тобой. Всего лишь с тобой. Блин. 5, 7, 9, 11. Так, сейчас. Снимаем. Он одну пропускал? Да. Хорошо, давай 9-й. 9-й, 1-я, 2-я. 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я. В 98-м году 10-я была. 9-я, 11-я, это 12-я. 12-я рынка. 1-й, 13-й, 14-й. 15-й, 16-й, 17-й, 21-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й. А ты че считаешь вообще? Так, погоди. А как только получилось, что у нас в 2018-м 30-е рассылка? Может, проще подсказку взять? Я уверен, слушай. Тут одно из двух. Мы либо сейчас, это... А мы... Ножги засовываем. Че? Держи, первый раз, Ломань-то вообще в четвертом году была. А че мы считаем, блядь? Простите меня. Короче, я не знаю, знают ли они, понимаешь? Можем вообще и подсказку просрать. Рискнем. Ты исчерпался здесь? Я исчерпался здесь. А я нет, поэтому... Давай-ка, смотри, смотри. Мы точно помним, что 2014-е это 30-е. 30-е. Так. В натуре. Вот. Смотри. Вычитая из этого это, мы получаем год первый раз ломаней. Да. Правильно? Все верно. Отлично. Рисклип. Ага. Так. Богу. Я на шоу так не потел. Да? Хочешь мне подмышки пойти? Я вопрос забыл. Я тоже. Что мы считаем вообще? Это когда дебютнул Гробовщик, да? Нет. На какой Рассел Маин часа стригу его считал. Ааа. На какой Рассел Маин? Ну да. Ага. А ты прикинь, это вот он дебютнул, вот первая в Рассел Мэне в его жизни была, и вот он там не победил. Вот мы сейчас оболнаемся тогда. Дебяностое. Так. Пятое Рассел Мэне, если это первое. Пятое. Стоять. Два. Осмое. Девяностое. В 89-й. В 91-й. В 91-м? Да, на 89-м. Ааа. Слушай. А шоу Савай Варсили спроводилась после Рассел Маин? Вот. Я не помню тоже. До Рассел Мэне или после? Просто я помню, на это в Champions как-то даже летом, по-моему, проводился. Ааа, кошмар. Это седьмая, чувак. После Суроверселис. Да, Суроверселис был в начале. А мы можем на два года все биться вообще? Мы можем рискнуть. Ну вот просто так, не интересно. Рискнуть можем? Рискнуть можем всегда. Че нам терять? Мы на Королу играем. Это был, сука, 91-й. Я уверен. А ну-ка, это седьмая шансовая? Да нет, нет, ну че? Че жутко? Че, ничего ста? Нормально же играли. 13-7. Все есть. Че-то не состыковка. А че я посчитал? Я чувствую себя даун сам. Боже. Волнуешься? Смотри, давай вот так. Вот так? Вот так? Лед, че стало? Нет. Правильно. Потому что... Quiet. Так. Если... Так, если это мы получаем... Так, смотри. А у нас вот, допустим, смотри, вот перед 2000-й Рассулмэнией там была, допустим, не знаю, как 13-я, да? Вот 2000-я, а потом 14-я или как? Или продолжалась? Нет, это тоже входит в номерацию. Так, хорошо. Это уже легче. Так, если это у нас первый Рассулмэния, стало быть, если 7-я, плюс 7-я, ну не мог он на 5-й. Да на 5-й-то нет. Даже если стрик у него начался на 7-й, это получается 21 матч. Подожди, сколько у него был матч? Он победил Брайвайт, он победил и... После. На 32-й? Да. Шейна. Шейна. 20... Так подожди, стоп, 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 алло, погоди. Мы говорим про стриггеровочника, легендарный. Я понимаю. Так это уже не входит туда. Подожди. Давай сначала разберемся, на какое рассломание он вообще впервые появился. Давай. Неважно, какой он, друзья. Я думаю, вот на этой. 7-я. А где 7-й прибавить 24 матча? И вот какой это год? 7-й, 91-й, да? 1991-й? 7-я, Рассулмэния. Что? Это 7-я. Поживу с 24 матча. Это 5? Да подожди, ну не перебивай. 0-2. 2015-й, а 2015-й это какой был? Рассулмэн какая? 31-я. 31-я, но он был на 32-й. Одну он пропустил. Это 7-й год. Ой, 7-я Рассулмэнень. Все. Смотри. Никаких вас... Я уверен в себе. Руслан, мы отвечаем 7-я. Ну если мы... Дай мне мой чемодан, я хочу за тебя. Все. Я согласен? Не извиняюсь, это Амири. Но опять бы тут интересно просто. Математика что-то. Это 7-й год. Ой, Рассулмэненья. Я на линпиадах вообще не побеждаю. Да все, я выиграл. Ты соглашаешься? Да. Ваш ответ принят. Рассулмэненья 7. Ну, во-первых, хочу сказать, что ваши расчеты не верны в том плане, что он пропустил не одну Рассулмэненью. Он пропустил не только 2000-й Рассулмэнень, но и, например, десятую. Возможно, было что-то еще, но две точно. Подожди, тут что-то не состыковочек. Дебютировал Горбовщик на СВАВЕРСЕЛИС 1990-го года. А первый матч на Рассулмэнне он провел в 1991-м году на Рассулмэнне 7. А что это называется? Двойная ошибка, которая на неправильном ответе. Первым соперником у него был Джимми Снука, который недавно скончался. Вот. Где-то ваши расчеты точно были не верны. Например, в том, что Рассулмэнне 1 прошла, например, не в 1984-м, а в 1985-м году. Потому что, если считать... Ну, то есть... Ну, ладно. Это отдельная тема. Это математика, это не сюда. Это математика в том плане, что, например, сегодня у нас будет 30-я Королевская битва. Мы записываемся прямо перед ней. Но 30-летие Королевских битв будет в следующем году. Ну, так. Нас сейчас опустили. Короче, не жуки. Ну, да. Идерцы. Ну, так говоря, иначе, мы добрались до пятого вопроса. И... Мы дошли до пятого. Возможно, оно вам покажется простым. Я вообще думал, что все пять вопросов эти первые будут простыми. Ну, я ошибался. Итак, кто были первыми командными чемпионами NXT? Семья Уайт, Невил и Оливер Грей, Сезара и Касиус Оно или Вознесение? Кто еще не Вознесение? Ну, давай, рули процессом. Так, Сезара и Касиус Оно. Семья Уайт. Уайт, точно не они. Вознесение, Сезара и Касиус Оно и Невил, Оливер Грей. Невил и Оливер Грей были чемпионом, но первый не лет. Слушай, я, короче, ну не смотрел NXT с того времени и вообще там ничего про него не знаю. Ну, вот смотри. Касиус Оно это у нас что? Крис Хиро? Да. Он уже тогда тоже был тот, как Касиус Оно? Или мы только сейчас? Да, да, да. Это можно? Это важно? Ну, я думал, важно. Я думал, у нас это так, ну что-то так. Первый чемпион NXT сотрудничество. Женщина Пейдж и командные чемпионы. Но не Невил и Оливер Грей. Это, который Кори Грейс. Нет, это другой человек. В смысле, Невил дважды был командным чемпионом? Команда Невил и Оливер Грей это команда British Ambition. И получается, Невил был дважды командным чемпионом NXT? Ну, возможно, это будет подсказкой, но да, он дважды командным чемпионом NXT. У нас здесь помощь-зал, насколько я знаю. Ну, я вот не знаю. Есть два варианта, но опять же, на абсолютном рандоме это делать. Но сейчас мы там с трудом, вот с этим вот говном всем. Расчетами. Что это такое? Где? Вот это вот, три. А, это я сжигаю полностью. Вы же еще не сожгли. Ну, я уже решаюсь. Мы решаемся? Я-то че, ничего не знаю про NXT. Ну, ты хочешь на рандом пойти или все-таки попросим помощь? Да нет, ты че? Давай мы лучше закрепимся вот на несгораемой. А потом уже во все тяжкие. Давай! Ты готов на рандоме? Нет, я готов, вот он не спросит. А, мы у вас хотим спросить. Мы берете кешем и мы все-таки. Ну что ж, можете в свободном порядке высказаться, если кто-то знает. Я поддерживаю вариант с Невилом и Грейм. А еще есть? Три человека тебе сказали. Невил О'Люкри. Невил О'Люкри. Невил О'Люкри. Ваш ответ принят. Итак, что могу сказать? Сезаро и Кассио Соне никогда не были командными чемпионами. Да, просто я их добавил, как бывших командных чемпионов. Вознесение самые долгие, самые продолжительные командные чемпионы, но не первые. Семья Вайд была, они были вторыми командными чемпионами NXT, а первыми Невил и Оливер Грейм. Почему-то все забыли о такого человека, как Оливер Грейм, к сожалению. А я извиняюсь, вознесение до сих пор самый продолжительный. Еще никто не поделал по три? Да. Получается, Невил дважды был командным чемпионом, да? Да. Причем, по-моему, он от семьи Уайд потом должен был еще один матч иметь именно с Грейм. Но Грейм получил травму, насколько я помню, и его заменял Кури Греймс, и они в итоге стали новыми. Новый командный. Что, видать, не сменилось? Что там Греймс, что ты Греймс? Ну что ж, пять вопросов есть. Мы подошли к шестому, у вас осталась одна подсказка, это 50 на 50. Да, у вас, по-моему, все вопросы так 50 на 50. Мне просто интересно, смотри, допустим, я знаю два неверных и вопросы 50 на 50. Да, стопа! Их уберут. Да, нормально. Итак, шестой вопрос. Кто из семьи Макмен поддерживал Биг Шоу на Реслмании 2000? Винс Макмен, Шейн Макмен, Линда Макмен или Стефани Макмен? Пока бы мы проиграем, что ли? Вот здесь надо было тратить подсказку от зала. Так, Линда Макмен, Шейн Макмен. Вы помните вообще Мейн-Ивент Реслмании 2000? Если вообще честно, то я старые года-то особо и не смотрю. Я знаю, там приблизительную историю, но такие тонкости. Линда Макмен, Шейн Макмен. Ну вся семья. Винс, Линда, Шейн, Стефани. Линда, Шейн и Стефани. Ну точно не Минс, а не Шейн. Почему не Шейн? Ну вот опять же 50 на 50. Ну, точно так. Тут есть женщина. Линда. Чуть не увидим. Хотя... Стефани. А ей зачем? А это... А против кого Биг Шоу бился? Или это не звучало вопросом? Нет, ну я не знаю. Я могу подсказать, конечно, тоже. Ну шестой вопрос, кстати. В Мейн-Ивент Реслмании 2000 был четырехсторонний матч за титул WWF. И у каждого из четырех участников был кто-то вот поддерживающий со стороны Макменов. Так. А не все кого-то поддерживают. Вам нужно угадать... Кто бил с Биг Шоу? Да. А, может быть вы вспомните, кто там еще участвовал? Кто мог кого поддерживать? То бишь все вот эти четыре человека из семьи Макменов, каждый кого-то поддерживал? Да. Охренеть. Кто мог поддерживать Биг Шоу? Кому это надо? Ну, давай так. Вот это вообще неверно его постановка вопроса. Потому что история дабы-дабы длится очень быстро. Я как бы это уже понял. И как бы тут может быть абсолютно любой. Ну, для нас не следующее в этих вопросах. Поэтому у нас тут только рандом остается. Я даже на 50 не хочу брать, потому что у нас нет даже предположений никаких. Я готов взять, чтобы саму туристов, что это не парень. Ну, не Винс, не Мишень. Ну, знаешь, а мне наоборот кажется, что девушки из Биг Шоу. Смотри, Линда, Винс, Шейн и Стефан. Стефан, мы берем 50 на 50. Окей. Ты неуганомный. 50 на 50. По вам. И у вас остаются варианты Винс Макмэн и Шейн Макмэн. Это значит, что абсолютно... Обалдеть! Ну все, это Винс. Это Шейн. Это Винс. Это Шейн. А с чего бы Шейн? А с чего бы Винс? Да не знаю я, я интуиции чувствую. Шейн? Да. Винс. А может, ты мне доверишься? Вот смотри, вот я тебе верил много раз. И мы отвечали правильно? Да, да дайся мне. Нет. Мам. Мой черед. Э, мой черед. Я хочу права доверенности. Подожди, сейчас. Это была, во-первых, наша последняя. Я могу дать еще одну подсказку. Так как Линда и Стефани уже выбыли, да, я могу сказать, что Линда Макмэн, она была с Миком Фолли в том матче. А Стефани Макмэн, соответственно, с кем? С кем? С Треповича. Да, Трипа А. А кто же там четвертый-то был? Глайн Джонсон, наверное? Скорее всего, там был Глайн Джонсон. Погоди, все, я... Это не Винс. Это Шейн. Это Шейн. Это Шейн. Винс был звеном. Это Шейн. Это Шейн. То есть вы вспомнили этот матч? Нет, это Шейн. Это Шейн. Я ставлю свою пачку сигарет, если... Которой уже нет. Тут три штуки. Ты зажигал. Нет, давайте все-таки мы ответим Шейн, а дальше будь что будет. Я думаю, сейчас скажу, давайте мы по фану ответим Винс. Проиграем. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вы не считаете, что там был Рок и его поддерживал Винс? Да. Нет, мы считаем, что Биг Шоу поддерживал Шейн Макмэн. За остальное я не ручаюсь. Да. Все. Ну, хорошо, ответ принят. Я просто не помню, чтобы вот Шейн был связан как-то с Роком. Ну, вот как вы... Знаешь? Да, я тоже не помню. Типа, чтобы там менеджер, блядь. В том матче четвертым действительно был Рок, который, кстати, победил в Ройл Рамбл того года. Вот. И Рок тогда поддерживал Винс Макмэн. А Шейн был с Биг Шоу. А прикинь бы, я откинулся с этих двоих. Я хотел уже просто сразу Линды сказать и все, и забить. А что Линды-то? Что проигрывать? Я не знаю. А, просто? Просто зачем Винсу, зачем он Шейн, зачем он Сэф? Тут Линды какая-то есть. А у нас седьмой вопрос. И подсказок уже не осталось совсем. Придется благодать только на свою эрудицию. Да, давай. Так, какой из представленных гиммиков не отыгрывал рестлер Чарльз Райт? Это кто? Сейчас, может быть, вы поймете, кто. Ответ А. Крестный отец. Ответ Б. Кама Мустафа. Ответ С. Папа Шанга. И Д. Камала. Папа Шанга и Камала. Вот я не знаю их. Что-то я положил. Подожди, первый Крестный отец, а второй... Кама Мустафа. Кама Мустафа, по-моему, даже в 2-16 есть. Да. И он точно был Крестным отцом. Да. Так что этих двоих давай сразу. А, а, так, хорошо, а какие там остались, напомню, пожалуйста. Крестный отец, Кама Мустафа, Папа Шанга и Камала. Папа Шанга и Камала, да. Ну, то есть, три из представленных, это один и тот же человек. А четвертый лишний. Такое ощущение, как будто мы, ну, кажется, нас опять в тактинге. В тормадо, на выбывание. Я, походу, выбыл уже. Меня потихоньку сбивают. Ну, терпи. Блин, надо финишер, чтобы ее вязать. Блин, Папа Шанга. Слушай, смотри, вот моя логика. Вот, в нем, вот смотри, вот я пишу тебе. Что это за путь? Ну, я его не снимаю просто. Таллиграфический. Крестный отец. Вот смотри, крестный отец. Отец-папа, да? То есть, я могу предположить. Что? А второе имя, вот ты сравниваешь с этим, со вторым? А, смотри, а смотри, у нас, вот я тебе сейчас просто вот логикой пытаюсь. Вот, она абсолютно не логика, но... Смотри, крестный отец, папа Шанга и Кама Мустафа. Это, как это, это ригнейм, да, состоящий из двух слов, да? Здесь он отыгрывал, так, на последнем ряду. Значит, крестный отец, папа Шанга. Вот, мне кажется, отец и папа, это вот что-то с ним связано. Не понял. Да, понял мою логику? Смотри, Кама Мустафа, я не знаю, на каком, блин, это языке. Слушай, я кое-что вспомнил. Да? Смотри, тут логика есть, Кама Мустафа и Камала, это, по-моему, два разных человека. Так вот, мне как раз-таки кажется, что это Камала такие. То есть, вот, вот это мой ответ на вопрос. Вот, вот это. Камала. Всё, мы сдаём всех Камал. То есть, других вариантов уже, как бы, всё. Папа Шанга, это отец. Кама Мустафа, но это 2К16. Ну да, мы там, да. Мы все там. А что, если это он и есть, я просто его путаю в внешнюю... Кривостный отец, это вот, который в Ройл Рамбле недавно выбыл там... Типа Шанга. Недавно? Это был, это, в 15-й год. Ну вот, Фазер, который. Да. Он же? Да, да, да. Ну, недавно, 2 года назад. Ну, он и есть, Кама Мустафа уже. Да, да. Да, слушай, давай, Камала, чём мы мозги сидели? Ну хорошо, да, Камала. Массируем вишний раз. Окей, ответ принят. Камала. Ну что ж, ну вы правильно сказали, что Кама и Крёстный Отец это один и тот же человек. С папой Шангой мы, конечно, зажгли то, что папа и Крёстный Отец как в одно и то же, по сути. Но, тем не менее, вы дали правильный ответ. Камала и папа Шанга, они, в общем-то, в одно время даже выступали. Их отыгрывали, естественно, разные люди. Живём! Отлично. Просто это вопрос, на который я смогу ответить. И вы добрались до восьмого вопроса. Сколько пятизвёздочных матчей провёл Рик Флэр? Давай, твоё. Соб Рик Флэр. Варианты ответа. Два, четыре, пять или шесть. Два, четыре, пять или шесть. По-моему, мы недавно это даже обсуждали. И ты, и я, и ещё кто-то с нами был. Так. По какому поводу? Там на досуге что-то вышло. Ой, сейчас. Два, четыре, пять или шесть. Мы обсуждали общее количество пятизвёздочных матчей в WWE. Вот такое вот у нас было. Это помню. А конкретно Рика Флэра мы не обсуждали. Именно в WWE? Нет, в общем, в общем. Ага. Ты слышал, что сейчас сказали? Что? В WWE у него нет пятизвёздочников. У него там всего пять. Всего пять пятизвёздочных матчей в истории WWE. Да. О! Один, один можем вычеркивать, который я помню. 2011 год. Панк Джон Син. Это я точно помню. Да, я знаю, как бы, приблизительно знаю, кто там был. Но я точно уверен на 100% в том, что Флэра не было в этих матчах. Да и нам уже сказали, что в WWE у него не было пятизвёздочных матчей. Да, не было. Поэтому забей. Что ты поэтому попаешь? Ну смотри. А в WWE входит сюда? И там тоже не было. Ну вот, отлично. У нас два варианта. Да, всегда получается. Два или четыре. Почему? Ну смотри, у нас пять пятизвёздочек. Это в WWE пять пятизвёздочков. Смотри. Ааа, ёлки-палки. В WWE пять пятизвёздочек. Так. А имеется в виду, сколько было матчей именно у Ric Flair. А у Ric Flair именно в WWE не было пятизвёздочных матчей. Это значит в Добсидабе. Ты же там выступал, да? Или где-то ещё. В TNA вроде выступал. Нет? Подожди, я кто в TNA? Там Sting был, там был Микфоли. Букер Ти. Да не подсказывайте. Квайер. Блин. Знаешь, всё чувствую. Это, собираться пора. Сколько времени? Вещи собирать. Отсюда вообще пора собираться. Пора снять маску. Ну что ж, если никаких мыслей, то придётся гадать. Придётся гадать? Как вы сами думаете? Точно нет. Хоть какие-то пятизвёздочники вы помните? Вообще нет. Просто у него есть одна известная такая серия, когда он, по-моему, в течение одного года против одного соперника провёл несколько пятизвёздочников. Несколько? Больше одного. Больше одного. Больше одного. Блин. Соответственно... Подожди, это получается только в одном году, что ли, всё произошло? Аж столько. Тогда я его зря вычеркнул, что ли? Я не думаю, что это четыре, пять или шесть. Ну, всё-таки... Мельцер по-другому немножечко ставил оценки. Ну, я только хотел спросить, мы про Мельцера вообще говорим? Да, мы, конечно, про Мельцера. Ну, мало ли. Мельцер не любит, да, бы, да, бы, вообще. Ну, он ставил, как... Типа сюжет отличный, да? Там... На то время современный рестлинг. На то время. Ну, блин. То время и сейчас не рестлинг. Делико разные штуки. Вот Рейфеля, например, сейчас хреновый. Ну, Александр, фан, как вы. Местами, местами. Вы на сзади, который. Ой, да брось. Парень только начал. Дай ему сам. Ни хрена себе, он уже... Сколько там? Раз, два. В NFR. Вот на последнем шоу, которое было вчера. Не отвлекаемся. Да. Да, вот. Со времен... Смотри, давай так. Мы можем... Что делать? Гадать, верно? Вот. Давай гадать. Я уже ответственно готов. Давай отвечай. Ну, блядь, я боюсь. А, и что? Боишь ответственность брать? Давай я возьму. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать четыре. Я хочу сказать два. Зачем? Почему? Вы супер. На три. Блин. Нужно сойтись на одном ответить. Нужно сойтись на одном ответить. Может быть... Три. Какие три? Три варианта лишних. Может быть, вы суммируете свои собственные варианты? Получит три. Шо есть получится? Так. Два плюс четыре. Ты нам подсказываешь? Три. Да не, он нас путает. Конечно путает. Это смотрел фильм «Миллионеры с трущком»? Смотрел передачу «Кто хочет стать миллионером»? Вот там конкретно путают. Вот там вот конкретно как раз и путали в фильме. Когда он такой, а точно не «Б»? Или там «Б» правильно было, я не помню. Ладно, не важно. Два. Но я не думаю, что пять пятизердочных было. Или шесть. Слушай, нам тут сказали, что у него тут какая-то серия была. Серия не два. Два это что-то слишком натянута назвать серией. Ну да. Наверное. Чёртку. Но если так придираться. Четыре, пять, шесть. Я не думаю, что это шесть. Ну что-то до хрена. Ещё из за один год. Ну, я не говорю, что все пятизердочники были за один год. Четыре, пять или шесть. Боженька, дай мне подспаскивать. Ну, слушай. Как тебе такой вариант? Вот нам тут про серию сказали. Что если это серия из трёх матчей, да? Там за год с кем-то, с один. Ну, просто, а зачем больше матчей с одним и тем же человеком? Ну, наверняка, это какой-то сюжет был, к примеру, да? Да, это не лучший. И как бы двумя матчами там не ограничено. То есть три. Три это оптималка, да? И потом в дальнейшем он, ну, я не знаю, показал, может, ещё один пятизердочный матч на рандоме с кем-то. Думаешь, он все три показал на пять? Четыре хочешь опять? Отвечаем? Да отвечаем, господи, чем мы теряем-то, серьёзно? Давай это сделаешь ты. Я уже не знаю, но мы сейчас тут так-така рассуждаем. Давай это сделаешь ты. Четыре, Руслан. Ты согласен? Я согласен. Ваш ответ принят. Вариант B. Четыре матча. Нет, я приму это с гордостью. Давай, скажи мне что-нибудь. Серию я имел в виду серии матча против Рики Стимболта. По-моему, это было в 88-м и 89-м году, что-то вот в этом духе. Там сразу несколько матчей получили по пять звёзд. Но это были его не единственные пятизвёздочные матчи, а всего он наработал на шесть пятизвёздочных. Ничего себе! К сожалению, на этом ваш путь окончен. Но всё же вы неплохо играли. Мне кажется, достаточно грамотно использовали подсказки. Шёф, матчи, Карл! Меня Саша зовут. Капец он могил! Вот. Ну, надеюсь, вам понравилась эта игра. Да нормально, в Олимпиаде поучаствовал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, спасибо вам за участие. Спасибо нашему залу. Тоже за большинное участие. И спасибо вам за просмотр. Руслан! Еее. Смотрите ирестлинг, смотрите, да, бытовой влог. И будьте счастливы. Увидимся в следующем выпуске. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ